Здравствуйте, Диана. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, откуда вы и расскажите, на каком потоке курса корсеты вы учились. Здравствуйте, Анна. Меня зовут Диана. Я живу сейчас в Германии, и я училась на восьмом курсе потока корсеты. Анна, добрый день, всем привет. Так, я из города Нижнекамска, Татарстан, Республика. Я занимаюсь пошивом свадебных платьев после того, как я прошла обучение, шут 6. До этого у меня уже был опыт пошива достаточно большой. Я училась на девятом потоке, в ноябре месяце еще не так давно, оказывается, это было. Я из города Владивостока. У меня вообще богатый швейный опыт, но как-то вот последние 10 лет сценические костюмы в основном. То есть все вещи какие угодно шила, но вот сейчас на сценических костюмах. Это танцевальные, допустим. Ну вот у меня танцевальные, я работаю с танцевальным коллективом. Такие народные костюмы, эстрадные, какие угодно, в принципе. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я из Казахстана, из города Актау. Но сейчас работаю в Жан-Аузене. У меня ателье находится в Жан-Аузене в городе. Я проходила шуб 4 по корсетам. У меня опыт работы очень большой именно в шитье. А в корсетных платьях, наверное, ну вот, ну вот, наверное, прям, знаете, прям плотно работаю. Здравствуйте. Я из Англии, живу в Оксфорде, хотя я сама из Литвы родом. Но я уже здесь живу где-то 16-17 лет. Я, вообще-то, я шью целую свою жизнь. Можно сказать, где-то 28 лет профессионально. Здравствуйте, Анна. Я из города Иркутска. Три года назад увлеклась шитьем. И, глядя на ваши курсы, на ваше обучение в Инстаграме, решила пойти к вам учиться на курсы. Когда? Когда вы это были? Я обучение прошла в прошлом году, в мае месяце. И это было самое лучшее решение, которое я приняла в своей жизни, на самом деле. И что вдруг? Корсеты вам зачем? А это вообще моя давняя такая любовь. А кроме того, знаете, когда три девочки свои собственные, ну, понятно, что рано или поздно кто-то будет выпускаться. Вот. И платья выпускные на них, на подружек там. И, в общем-то, люди в любом случае будут обращаться, ну, когда в танцевальном коллективе в том же работаешь, там, много детей. Вот. И выпускницы всегда будут в окружении. Как вы работали, как вы применяли знания? Ну, во-первых, вот это вот платье, которое там стоит, это от вашей лекала. Я купила весь, там не только корсеты, но и все остальные платья тоже все купила. И, ну, применяла, у нас сейчас тут трудно, у нас же еще до сих пор вирус. И я, ну, я все платья отшила, которые мне интересно было. И я хочу сказать, что это было очень легко. Я не думала, что прям так легко можно такие шикарные платья шить. И я принимала это в том, что, ну, заказы я принимала и не боялась их принимать. Это вот раньше у меня такой страх был, как из чего вообще начинать, как лекала, и что это, и сколько материала, и вот это вот это все. И для меня это какой-то ужас был всегда. И вот, вы знаете, благодаря, наверное, вашему курсу, нас узнали, что мы еще и на корсетной платье, нас узнали свадебные салоны, что интересно. И дизайн, мы стали шить им, и мы весь карантин, верите, мы весь карантин просидели, благодаря, наверное, свадебным салонам. У нас были заказы, был доход хороший, и мы спокойно работали, у нас не было, знаете, остановки такой. Мы закрыты были, но мы работали. Ускорилась, упростилась, ускорилась, упростилась, легче стало, легче вообще намного. Прям, ну, мне очень понравилось. Очень-очень, прям супер могу сказать. Скажите, где вы? Ну, это моя мастерская, и, кстати говоря, я в нее переехала, вот пройдя курс корсетный. Видно, как-то вот что-то вот меня подтолкнуло, и вот уже все, я понимаю, что раскладывать все это дома, держать все, ну, уже невозможно. То есть курс достаточно сжатый, то есть он достаточно интенсивно идет. Хватало ли вам времени, чтобы осваивать уроки, чтобы осваивать технологию? Да, да. Если хочешь, мне кажется, то все можно, для всего можно найти времени. А я всегда находила времени, и всегда это отшивала все вовремя. Я успела, получается, четыре корсета, и три я потом, ой, три, господи, два, сколько там оставалось, да, вот вдогонку я уже там проработала, да, дошила. Процесс вообще был идеальный для меня. Ну, может быть, потому что у меня опыт работы был, я не знаю. Я еще брала, у вас же там идет по тарифам, да? Самый простой тариф у меня был, без кураторства вроде бы. Вот, ну, как бы я смотрела видео, и я уже заранее купила все материалы до курса. И когда курс начался, я просто распечатывала вот выкройки ваши, и сразу же начала параллельно, ну, смотрю видео и шью. У меня вообще никаких проблем не было, вообще. То есть все понятно? Да, вообще все. Мне еще что нравится, у вас нравится очень, что снято все просто, вы это все просто объясняете своим языком, без наигрности, без пафоса, вот, без всяких таких, как сейчас люблю, все снимать, вот с таким акцентом. В общем, все просто и четко, вот что мне нравится. Процесс был увлекательный, на самом деле, просто параллельно еще с основной работой, я ставилась на паузу, и скорее, то есть я дождаться не могла, чтобы скорее приступить к изготовлению, просмотру видео, и просто потерялась на вот этот процесс обучения от семьи, от всех, потому что мне нужно было, получается, научиться изготовить и сдать домашнее задание. Я немножко не успевала, но я потом старалась догнать это все, и на чай мне всякое разное, то есть это было настолько увлекательно, и понятно все по видео, что на самом деле, мне кажется, даже новичок, не умеющий шить, справиться легко. Получали ли вы ту обратную связь, которая, ну, вот вас удовлетворяла, то есть находили ли у вас ошибки какие-то, давали ли вам обратную связь, что нужно улучшить, или как бы, ну, типа все окей, как бы, ну, и все. Нет, нет, конечно, давали обратную связь, и это было все отлично, я вообще в восторге от вашей школы, и потому что у меня не такое ощущение, что вот у некоторых я проходила курсы, и вот, как вы сказали, вот, что-то там сказали, я окей, это окей, и все, как, ну, отстань от меня, а у вас прям правда, и вот это вот и работает, и там, и может быть, вот это еще нужно подработать. С куратором, потому что я решила, что я все-таки хочу понять, как со стороны мой уровень оценят, и вот с куратором, а кроме того, с куратором там максимальное наполнение курса, то есть у меня сразу, вот, 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 все, все виды корсетов я хочу сразу. Вот, получилось же так, что и корсеты мои набрали максимальное количество баллов, то есть по технике. А, то есть вам нечего было вам говорить, да? Да, ну, да, да, ну, нет, она отметила один момент, причем, который я сама понимала, то есть я уже прогладила потом корсет с костями немножко, нет, и причем этого, в общем-то, даже как, кто не знает, не поймет, но профессионал-то увидит, вот, и она мне говорит, ну, вот здесь бы вот так вот, и я говорю, да, это я вот сама даже вижу. Да, у меня максимальный тариф был на ШУП-6, вот, я сдавала, получается, изделие, и в конце мне выдали сертификат, что очень приятно. А скажите, пожалуйста, обратную связь, которую вы получали, устраивала ли она вас? Ну, то есть она была ли, были подробные ли ответы, там, замечания были ли, или, может быть, там, типа, да, все окей, как бы, все нормально? Нет, замечания были, то есть то, что я, как неопытный человек, не понимала, мне сразу эти замечания, то есть мне казалось, что, ой, классно сделала, а мне объясняли, что, нет, вот здесь надо делать, вот здесь вот так, и давали, я понимала, что, ой, я действительно это так, что я могу это не заметить, а ваши, получается, девочки, которые вот отвечают, специалисты, прямо все четко объясняли, что у меня не так, что я это в дальнейшем уже принимала, это прям сильно воспринималось, и я уже таких ошибок не допускаю. Для меня было все понятно. Во-первых, у вас очень хорошие кураторы, они видят примеры, они хорошо оценивают ошибки. Находят ошибки, да? Да, они хорошо оценивают и прям говорят на эти ошибки, какие вот грамотно, правильно, не знаю, мне это очень понравилось, потому что они у вас очень, я не знаю, профи, наверное, прям супер, прям через онлайн, это, мне кажется, невозможно же все выследить, каждую ошибку, каждую строчку, а ваши могут? И показать на эти ошибки, да-да-да-да, и показать на эти ошибки, прям мне это, меня, знаете, как это стимулировало, вдохновляло то, что я эти вещи доделала, прям, да, знаете, упорно делала, да, идеала, да. Когда в чате общались вы со студентами, с другими, получали ли вы какую-то обратную связь, может быть, именно в чате, помогало ли вам это, или, может быть, вы кому-то помогали со своим опытом? Ну, как бы там девочки общались, я тоже там отвечала кому-то что-то, в принципе, бывало даже, что кто-то задавал вопросы, уже ответ кто-то другой давал, и, собственно говоря, задавать смысла его не было особо даже, вот, ну, то есть, в принципе, вот нормально так было, все очень дружелюбные. Здесь мощная поддержка, получается, когда ты ее не ждешь, а здесь, получается, девочки отвечают и поддерживают тебя, ты можешь обсудить с ним все, что угодно, на самом деле, потому что за процесс обучения так удается подружиться, что уже все свои становятся. Да, вообще очень хорошо помогает, хотя я вот, например, самым малым вопросом задаю, ну, я иногда читаю, я смотрю, и как бы, о, что-то новенькое, уже как бы себе тоже, да. Для будущих студентов, для тех, кто сейчас учится, вот что бы вы им посоветовали, вот что бы вы им пожелали или посоветовали при прохождении курса? Я советую, вот, я-то уже выучилась на швею, и я все равно взяла вашу школу, и я все равно прошла все ваши курсы, потому что мне очень было интересно ваша технология. Вот, как вы шьете, какие, что вы применяете, я же тоже конструктор, да, ну, как ваш курс тоже прошла, и мне тоже было очень интересно, это мне тоже помогло очень что-то понимать, и вот это вот, я советую всем в это дальше учиться. Мне кажется, надо все равно учиться, нужно стремиться к большему, и главное терпение, и не надо бросать, если что-то не получается, никогда бросать не надо, надо вдохнуть, выдохнуть, и дальше пойти, и руки не опускать, если что-то не получается. Я даже своим девочкам это говорю, когда у них что-то не получается. Вперед, вперед, и только вперед, наверное, к своей мечте, наверное, скорее всего, если они хотят ателье открыть, или что-либо, или даже идти по этому пути, потому что курс у вас очень качественный, могу сказать, ну, мне очень все очень понравилось. Как бы желаю девочкам, которые еще не учились у вас, нужно обязательно учиться. Всему нужно учиться. Вот несмотря на то, что у меня, например, большой опыт, но я каждый раз смотрю все ваши мастер-классы, эфиры, постоянно слушаю. Вот у меня даже такое бывает, что я... Ну, как бывает же момент затухания у творческих людей. Я думаю, надо Анну послушать, потому что вы всегда мотивируете. Ну, как минимум, надо, наверное, подготовиться, изучить, какие материалы. Потому что вот просто записаться на курс, наверное, ну, это, конечно, хорошо, это стремление все, но вот потом лучше вот к подготовленным прийти, чтобы вот понимать, что такое корсетная сетка, ригелины, какие они бывают, поролон, чтобы просто потом быстрее все делать, то, чтобы вот на курсе не терять время именно при шитье, чтобы уже не озадачиваться поиском материала. То есть, получается, при этом можно посмотреть мои видео, у меня же есть видео-корсетки. То есть, заранее подготовиться, оплатить курс и не просто сидеть и ждать, а именно еще проработать как видео. Да, да, да. Мне кажется, вот прям вот это очень сильно экономит время, во-первых, в процессе курса, во-вторых, ну, как бы уже понятно, о чем речь идет. И, кроме того, действительно, у вас много информации, и все это посмотреть достаточно один раз, и уже понятно. И рекомендации, где что купить. Очень важно пройтись по курсу не так просто, а я пройдусь. Вот сейчас я вижу, другие пишут, а мне можно сделать вместо шести корсетов только четыре? И у меня сразу вопрос, зачем тогда ты пошел туда учиться? Не с плохой, потому что, чтобы вникнуть в то, что вы учите, надо прошить. Вот я, стаж у меня 28 лет в шите, но я корсеты с чашками отрезными и прозрачные в жизни не делала. Только из-за этого я пошла на этот курс. Я очень хотела с отрезными чашками и прозрачные корсеты выучить. И для меня эти чашечки – это большое удовольствие сейчас. Поэтому, если только просмотреть ваш курс, я не думаю, что оно останется в голове. Его надо прошить. Поэтому для меня, для студентов, точно я бы сказала, пройдите этот курс шаг за шагом, прошейте эти корсеты. Даже вот, как мы говорили, если нету этих, не приходят там эти ткани или что-то. Из любой, даже если надо, из простыни. Но чтобы прошить эту технологию, пройти. Иначе она не останется в голове. Я корсет классический. Я не знаю, сколько я в жизни их сделала. И слушала пять раз урок. И все равно что-то прослушала. Моя подруга говорит, а ты там слышала, так сделала. Я говорю, а где ты это слышала? Она говорит, на уроке. Я говорю, как на уроке? Я пять раз послушала. Она говорит, еще раз пойди. И открутила, и аккурат, там есть. Я видела, когда она эти булавки ставит, что она подрезает эту подкладку, а в голове не осталось. Поэтому очень важно. И эти домашние работы, они нас как бы учат, как построить свое время. И поставить, вот мне надо домашнюю работу сделать, мне надо это отшить. И это очень важно. Потому что если так пропустить, оно не останется. Это просто будут выброшенные деньги. А информация очень хорошая. И очень... Я пришла, я думала, ну что, я уже очень много знаю. Но я столько получила. Мой муж все время приходит и говорит, и что она еще тебя там мучает? Я говорю, раз ты знаешь, сколько она меня учит, я говорю, я столько вещей, маленьких, даже вот как шнурок погладить, мы с ним там мучаешься, пока его вывернешь, пока ты его прогладишь. Гладко шнурка, это никакого удовольствия. А сейчас спицу прошел, и все. И там мелочи, вот как петельки эти пухленькие сделать. Я всегда такие тоненькие вырезала, чтобы они тоненькие, красивые. Но они не пухленькие. А сейчас вот научилась, как пухленькие делать. И это так здорово. Вот это все так складывается. И это такой набор, который у тебя останется в голове. Никто у тебя его не заберет. Но если ты не прошьешь, не выслушаешь, там много, вы сами видите, вопросы задают. Скажется, ну ты же смотрел курс, что ты не видел, там было. Ну значит, ты не прошел, ты не прошел эту дорогу. Потому что если ты, да, ты прошел, тоже можешь пропустить что-то, но не настолько. Поэтому я точно всем говорю, если вы уже заплатили, так вы учите. Потому что каждая информация очень важна. И сколько таких людей, которые дают эту информацию. Она не очень много. Я училась у учителей, которые не хотят тебе показывать. Они работают с тобой и закрываются, чтобы ты не видел, как они делают. Я считаю, что, девочки, не бойтесь, во-первых, обязательно идите. Если вы о чем-то мечтаете, то это нужно реализовывать. Что получается, свои мечты нужно исполнять. Если вы хотите этому научиться, то прямо не раздумывая, идите, обучайтесь. Потому что даже не зная ничего, дается так все подробно и интересно, что этот процесс просто пройдет. Вы не заметите, как пролетит время. Вот. А по совету, наверное, то, что получается, во-первых, надо не бояться, а во-вторых, не бояться спрашивать. Даже если какие-то у вас, ну, полностью непонимания идут о том, как это должно быть. Не бойтесь, спрашивайте, вам всегда ответят. Причем даже отвечают, действительно, на нашем потоке получается, не только преподаватели, но и девочки более опытные. Очень прекрасные, здорово.